Некоторые детали, на которые основное количество СМИ не обратили внимания, подсветим здесь. Во-первых, интересен сам выбор Андрея Белоусова, почему Путин остановился именно на его кандидатуре. В прошлом году Сергей Шайгу летал в Китай на встречу с его так называемыми китайскими коллегами, хотя точно они его своим коллегой не признали и не считают. И его задача была тогда договориться с китайскими военными о помощи, о взаимодействии, потому что прекрасно понятно, что своими силами Россия здесь не вытягивает, противостоять Украине и мощной помощи со стороны США и Европы в одиночку практически невозможно. Запасы Северной Кореи, запасы Ирана подходят к концу, и, соответственно, 2024 год – это год решительный, решающий, ключевой. И им, Путину и Шайгу, была нужна поддержка китайцев. Китайцы, конечно, люди вежливые, чаем попоили, выслушали внимательно, отправили его в Свояси, а потом подготовили свою справку, некоторые ее называют справкой-объективкой, которую доложили руководству Китая, которое пришло в ужас и шок от того, кого Путин присылает к ним на переговоры. Согласно этому документу, человек, который к ним прилетал, является руководителем мафии, спрута, который ежегодно похищает огромное количество денежных средств из бюджета Российской Федерации, из бюджета Министерства обороны. Его самые близкие друзья и товарищи, с кем он вместе пионерил и коммуниздил еще и в Московской области, будучи губернатором, перешли вместе с ним, и вот это коррупционное связь на протяжении более 15 лет обелечивало бюджет. Совершали то регулярно и ежегодно, за что в Китае положено высшее меры наказания, за что там ставят к стенке и расстреливают. Соответственно, для китайских военных взаимодействовать каким-то образом с руководителем коррупционного клана, который придает интересы государству и крадет у своей собственной армии, которой он руководит, аморально и неприемлемо. Именно поэтому то, что мы увидели перед поездкой Владимира Путина в Пекин, это было такое красиво поставленное шоу, где, с одной стороны, все начали радоваться, что хотя бы какие-то изменения, какая-то ротация вполне возможна внутри российского силового блока, а с другой стороны, который является не больше, чем красивым спектаклем, который разыгрался перед тем, как лететь в Китай, с тем, чтобы сказать, что смотрите, мы разобрались. Сам Сергей Шойгу, он, конечно, ничего не воровал, он вообще был слепой, глухой капитан дальнего плавания, все время в Сибирь и в тайгу ездил морожку, собирал, рыбачил, а за его спиной вот негодяй Тимур Иванов крысил так, чтобы потом приезжать во Францию на Лазурный берег, кататься на Рос-Ройсе-кабриолете, летать в Лондон, проводить красивые вечеринки и так далее, и так далее. И во всей истории, и, к слову, наверняка найдутся те люди, которые скажут, что Владимир, зачем вы вообще в целом помогаете разоблачать коррупцию в российской армии, наоборот, чем больше коррупции, тем она будет слабее, тем будет легче ВСУ. Я могу сразу людям с такой точки зрения сказать следующее. Нужно опираться на факты. Факты таковы, что к лету 2021 года были проведены большие проверки по линии контрольного управления администрацией президента в России, по линии счетной палаты, были вскрыты многомиллиардные хищения, и начались аресты, задержания сначала подрядчиков, субподрядчиков. И вот они начали давать показания на Тимура Иванова. И Тимура Иванова пригласили на допрос. И допрос был очень напряженный, и Тимур не понимал до конца, выйдет он из этого допроса свободным человеком, вернется в кресло заместителя министра обороны, или уедет в следственный изолятор Лефортова. И тогда его крыша Руслану Цаликову, это до последнего времени первый заместитель министра обороны, и Сергею Шойгу нужно было делать все возможное и невозможное, договариваться с Портниковым, звонить Путину, чтобы каким-то образом заблокировать это расследование. Тогда они отбились, отплатились, порешали. Но и сам Иванов, и Шойгу, и Цаликов, вот этот триумвират этого клана, они были очень сильно напуганы. И именно с этого момента наши источники фиксируют, что пошел буквально вброс ложной информации, спецдонесений, секретных рапортов и так далее со стороны военной разведки Главного управления Генштаба, которая докладывалась там Шойгу, а Шойгу это все докладывал Путину о том, что не сегодня-завтра, на март, на апрель 2022 года запланированы спецмероприятия, какие-то спецоперации блока НАТО, что они собираются высадить какой-то свой десант на востоке Украины, и тогда уже точно вот эти вот захваченные оккупированные территории будут освобождены, и вот этот проект, на который Путин потратил огромное количество денежных средств, будет свернут в этой части. И именно эта мафия погрузила Владимира Путина вот в это вот ощущение, что вокруг враги, вокруг заговора, завтра война, и нужно первым напасть, иначе нас просто изобьют и опозорят на глазах всего мира. То есть я ни в коем случае не хочу здесь переложить с Путина вину на какого-то там Цаликова или Шойгу, но в то же самое время я не хотел бы, чтобы наш уважаемый зритель думал, что вот эти вот коррупционеры и воровайки в Министерстве обороны, это просто такие Остапы Бендеры и голубоватые воришки Альхины, которые ни при чем. Они такие же соучастники начала и продолжения этой преступной подлой войны, преступной военной агрессии, как и сам Владимир Путин. И они сделали очень многое, и война им была нужна для следующего. Во-первых, война им помогла списать огромное количество похищенного. Видите, в отчетах кто там считал, сколько спецтехники пожгли ВСУ в первые месяцы начала войны? Сто единиц или двести единиц? Были это пустые кунги, как нам многие журналисты украинские потом уже показывали? Или это были напичканные электроникой, сверхдорогие какие-то спецавтомобили для блокирования чего-то? В любом случае история умалчивает, что там было внутри, их сожгли. И, соответственно, на это все списали огромное количество денег. Это раз. И, во-вторых, они прекрасно понимали психологию путинского пацана, а именно это речь идет про бандитский Петербург, при том, что он любит наигрывать мелодии 17 мгновений весны, представлять себя каким-то там разведчиком, он на Штирлица не тянет. Он, будучи отправленным на пять лет в Германию, был досрочно отозван за полгода до окончания его вот этого контракта. То есть, по сути дела, он провалился в работе КГБ и ушел уже на гражданскую жизнь. Так вот, при том, что он пытается казаться Штирлицем, на самом деле здесь в данном случае он больше человек из мафиозного клана, человек, который впитал в себя вот эти вот дворовые понятия, и для него принципиально своих не бросают, свою бригаду. Они бригады питерская. И поэтому Шойгу с Цариком Савановым понимали, что начнется война, и они не будут отправлены в отставку с последующей конфискацией позорного в 2022 году, а они еще будут какое-то количество времени воевать. То есть, они таким образом пролонгировали себе как минимум на два года руководство российской армии и продолжение воровства, которое началось с их прихода с 2012 года. Плюс ко всему еще и во время войны на оккупированных территориях они придумали вот с нынешним арестованным сообщником, подельником Тевуру Иванова, руководителем, владельцем Алимситистроя Александром Фоминым схему, как можно в два конца зарабатывать денежные средства на строительстве, на оккупированных территориях, в жилых кварталах и так далее. То есть, во-первых, часть объектов просто строились на бумаге и потом якобы их уничтожали в СССР и так далее. То есть, по этой части они списывали миллиарды. И плюс ко всему еще на строительстве они очень здорово сэкономили и настроили кучу некачественного жилья, в котором жить практически невозможно. А для того, чтобы все это принималось, как раз тот же самый Фомин и давал взятку в размере более 1 миллиарда 100 миллионов рублей Тимура Иванова. Вот такие вот у них были обороты. Но в какой-то определенный момент возвращаемся к нынешним событиям. Скелеты в шкафу и детали, и про происходящее. Первое. Это человек, который, по сути, если мыслить категориями нынешнего российского законодательства, ведь они же там каждого журналиста, блогера делают иностранным агентом, даже если он там 100 евро или 100 долларов получал когда-то на счет за какую-то свою публикацию. Вот Андрей Белоусов – это в первую очередь самый настоящий иностранный агент. Потому что, начиная с нулевых, он подавал заявки в американский фонд USAID, который напрямую связан с Государственным департаментом Соединенных Штатов Америки, подавал заявки на получение грантов, получал одобрение, получал согласование, получал эти самые гранты со многим количеством нулей, тратил их, отчитывался, публиковал какие-то статьи, отчеты, где указывал, что он получал финансирование из фонда USAID из Соединенных Штатов Америки и продолжал на протяжении целого ряда лет получать оттуда гранты. Ну, понятно, что это было в довоенное время, но, тем не менее, по этому законодательству они, по идее, должны были сделать его иностранным агентом. То есть, с одной стороны, это человек, который когда-то был, скажем так, близок по духу американцам, и они его поддерживали как ученого-макроэкономиста в надежде на то, что он будет делать что-то хорошее. А с другой стороны, последние годы до назначения министром обороны Андрей Белоусов также, это прямое отношение имеет к Китаю, возглавлял с российской стороны комиссию, коллегию по взаимодействию, по инвестиционному сотрудничеству. То есть, он регулярно встречался с китайцами, с инвесторами, с финансистами, с государственными финансистами. И, конечно же, он прошел вот эти вот самые пекинские смотрины пекинского обкома. То есть, его согласовали, и его считают договороспособным, управляемым, адекватным человеком. Все, что нужно Китаю, на самом деле, это деэскалация и это наличие гарантии, что Путин под конец своей жизни не наломает таких дров, которые могут обрушить каким-либо образом взаимодействие Китая с одной стороны с Западом, а с другой стороны не нарушат цепочки поставок дешевых ресурсов из России. То есть, здесь у Китая есть стратегическая очевидная задача. Для них в приоритете в любом случае европейские рынки, американские рынки, те рынки, которые могут за их товары платить очень большие деньги исправно и без задержек. Как рынок Россия, Китай практически не интересует, потому что денег там практически нет, особенно после начала вот этих масштабных западных санкций. И не случайно здесь именно Путин летит в Китай к Синьцзиньпиням, по сути дела, на полусогнутых, с опущенной головой, с заискиванием, с соблюдением всех ритуалов и процедур и церемоний для того, чтобы каким-то образом заручиться поддержкой, как минимум пролонгировать возможность оставаться у власти и как-то вывозить всю эту историю, распродавая Родину прямо сейчас в режиме онлайн. А Синьцзиньпинь буквально две недели назад летал куда? Летал во Францию, сюда, навстречу господину Макрону. И летал не один, это была не просто деловая поездка, это был серьезный на высшем уровне государственный визит, он летал вместе со своей женой. Встречались они парами, супругами в неформальной обстановке и в Париже, и в Льву башню посмотрели, и вот сюда вот впереди съездили, отдохнули на место, где когда-то родился и рос здесь Эммануэль Макрон. Соответственно, здесь Синьцзиньпинь никогда бы не полетел в Европу с женой, если бы собирался с ними потом идти на конфронтацию и с Западом ругаться. То есть очевидно здесь, что для Китая и для китайского руководства они показали свое расположение, свое доверие, прилетев сюда, и они заинтересованы. Их связывают контракты на сотни миллиардов долларов и евро и с Европой, и с Соединенными Штатами Америки. А с Путиным другая ситуация. Вообще, на самом деле, эта история про влияние детей и дочерей, она очень серьезная. И, конечно же, и для Синьцзиньпиня все очевидно, и ему ни в коем случае нельзя допустить каких-то ядерных ударов, каких-то, то есть ему важно, скажем так, охладить горячую голову Путина, чтобы он немножко успокоился, чтобы он понимал, что цель старшего брата, большого брата, а Китай, безусловно, для России является сегодня в этой ситуации старшим товарищем. Для них цель – это деэскалация, это снижение градуса, это прекращение погружения экономики всего мира в ожидание начала какого-то ужаса без конца с ядерными ударами. Для них важно, у них огромное производство, а производство без торговли, без продажи того, что они производят – это ровным счетом ничего. Производство нуждается в торговле, в международной торговле, и в том числе у них есть большая задумка построить большой вот этот вот полупуть торговый через Россию в сторону Европы. А вот эта война нынешняя, она, конечно же, Китай очень здорово вредит и мешает. Понятно, что в среднесрочной перспективе их цель стратегическая – отжать Владимира Путина по полной программе. Дать ему что-то по минимуму, то, что он просит, чтобы совсем не встать на колени прямо сегодня и не упасть перед Западом с какой-то там просьбой. Но в то же самое время по максимуму забрать ресурсы – нефть, газ, лес, металлы, все, в чем они нуждаются, за копейки по заведомо невыгодным контрактам. И вот у нас есть человек, который имеет прямое отношение к взаимодействию экономического блока российского правительства с китайцами. Он рассказывает очень интересные и шокирующие подробности, когда туда россияне приезжают. Во-первых, с ними не встречаются с такой помпой, как это делается под телевизор для видеокамер. То есть для телевизора происходит одна картинка – взаимоуважение, чтобы было непонятно, с кем Китай дружит, а кого Китай использует. А в реальной жизни чиновники рангом гораздо ниже, чем министр диктуют российским министрам, по какой цене и на какое количество времени они будут закупать. И там нету каких-то серьезных диалогов. Там идут предложения с точным расчетом понимания себестоимости добычи нефти, газа, ископаемых. И дается какое-то там минимальное сверху маржа просто для того, чтобы все это было, работало на ближайшие 5-10-15 лет. Все, что нужно Китаю, еще раз, от Путина, это получать ресурсы гарантированно на протяжении десятилетий по очень низким стоимостям. И они это продавливают, это навязывают. И, соответственно, а Путин сегодня, сам оказавшись вот в этой западне, куда он себя загнал целой чередой абсолютно глупых и подлых геополитических решений, он сейчас торгует в прямом смысле родиной. То есть вот моей родиной, там, где я родился, где родились более 140 миллионов россиян, он сейчас торгует, отдает, то есть его самого там он сгинет, его через какое-то количество лет не станет, через год или через три года, его просто не станет физически. А Россия будет еще завязана с Китаем этими договорами, которые никто никогда уже не сможет протестовать и разорвать. И еще там, условно, вот мое поколение и дети моего поколения, они будут еще в Китай отправлять все эти ресурсы за копейки, при том, что могли бы торговать с западным миром куда более высоким ценам. Ну, вот такую участие приготовил Путин. А что касается еще раз Белоусова, Белоусов здесь, он абсолютно не кровожаден. Я слышал мнение нескольких экспертов на Западе, что это такой технократ, который прямо сейчас оздоровит экономику российской армии, и там все вдруг залетает, заработает и так далее. Ну, во-первых, чтобы исправить то, что наломали и сделали Шейкут, Аликов и Иванов с их вот этой ГОП-компанией, которая просто к бюджету относилась как к своему собственному карману, на это понадобится не один год, а лет десять и более. То есть кардинальных изменений через полгода, через год не ожидается и просто невозможно. Во-вторых, сам по себе этот человек, еще раз, он экономист. Если Белоусов завтра надеть ему каску бронежилета, автоматы, отправить на передовую и сказать, вот стреляй, через 200 метров напротив тебя бойцы ВСУ, вот смотри в прицел, он не сможет и на курка нажать. То есть этот человек не про убийство. И скорее всего, как раз при том, что Путин пытается продать эту историю под видом того, что нам нужны какие-то рачительные, пережливые к бюджету армии и так далее, эта история, наоборот, про другое. Это история про то, что Китаю нужно управляемое руководство Министерством обороны с тем, чтобы именно Пекин вовремя мог за руку остановить взбесившегося Путина, если завтра он там чего-то опять перепьет или у него там очередной панический приступ ночной случится, и он под утро решится на какие-то действия, связанные с ядерной кнопкой. Вот здесь им нужна гарантия, что этого не произойдет, что в это время они предпримут общие усилия и нейтрализуют человека. Давайте посмотрим с холодной головой на суть происходящего. Когда Россия дружила с Европейским Союзом, когда нажимались кнопки перезагрузки с Соединенными Штатами Америки и так далее, шла активная торговля. И у России было достаточно большое количество покупателей на их природные ресурсы. А вот здесь в данном случае так получилось, что Путин оказался в ловушке, что единственный крупный покупатель на сырье – это остался Китай. Теперь смотрим еще раз, что возглавлял Белоусов в последние годы во взаимодействии с Китаем. Китаю была выгодна та ситуация, в которой сегодня оказался Путин. Оказалась Россия. Россия стоит экономически на коленях. Ее медленно, но верно душит западный удав санкции. И при том, что гигантская страна с огромным количеством часовых поясов, а рынков для продажи сырья практически нету и они сокращаются с каждым днем. При этом остается Китай, который берет тонну российской нефти, запускает ее в нефтепереработку, выпускает тонну спортивных костюмов различных марок, подделок и неподделок и отправляет обратно в Россию уже по цене в сто раз выше, с точки зрения килограмма и так далее. То же самое касается металлов. Забирают тонну за одну сумму, загоняют на свои заводы, производят не самые лучшие, мягко говоря, автомобили, обратно отправляют в Россию по цене в 20 раз выше и так далее. Им эта история выгодна. Сегодня Россия лежит ничком и они просто по дешевке скупают все эти ресурсы. Поэтому нужно, чтобы каким-то образом ситуация кардинально менялась для Китая. Нет, их все в принципе сегодня в целом устраивает. При этом им не хочется идти на эскалацию, на конфронтацию со своими стратегическими партнерами с Европейским Союзом и США, потому что это главные два рынка. Других просто нету в больших глобальных рынках для Китая, платежеспособных. Вот и все. Поэтому, конечно, здесь еще раз подчеркну, я бы не стал мистифицировать Белоусова. И потом, самое важное, что вы произнесли, и в этой части я согласен с оценкой и вашей, и тех ваших источников в украинских спецслужбах, он одиночка. Это человек без какой-то широкой команды. Именно, с одной стороны, поэтому он и не замаран, и смог дойти до самого верха, потому что он был без команды. Потому что, когда ты работаешь в команде, что бы там ни натворил член твоей команды, все равно шишки сыпятся на тебя, и минусы тебе, и ты слетаешь сразу в самый низ. С одной стороны, да, он добрался наверх. А с другой стороны, невозможно прийти в большую армию, где более полутора миллионов человек, без команды, и думать, что ты действительно ей будешь управлять. И поэтому первые его слова при обращении, при встрече с российскими военачальниками, они были такими заискивающими. Он себя очень чувствует неуверенно. Потому что одно дело сидеть с экономистами, с культурными, с интеллигентными в костюмах и говорить о торговле с Китаем или с Турцией. И совсем другое дело это сесть с военачальниками, с генерал-лейтенантами, с генерал-полковниками и что-то им объяснять. Особенно после того, когда они развращены командой Шойгу и привыкли обелечивать бюджет и из каждого гособронзаказа снимать сотни миллионов рублей в офшоры и так далее. Поэтому здесь и у Шойгу-то было очень тяжело, и ему пришлось от части генералов избавляться, от части генералов коррумпировать и вовлекать в свои коррупционные схемы, благодаря чему он и сидел там больше 10 лет. А Белоусов не про это. Белоусов приходит номинально наводить порядок. Опять же, почему его Путин отправляет наводить порядок по экономике? Да потому что с экономикой швах, потому что бюджет раздут у российской армии практически до 9% от ВВП, приближается к объемам, в которых Советский Союз тратил денежные средства во время войны в Афганистане. Чем закончилась история Советского Союза после Афгана? Все прекрасно помнят. Это абсолютно бессмысленная война и тоже подлая по отношению к Афганистану. Закончилась без какой-либо победы, длилось длительное количество времени и подорвало бюджет Советского Союза, потому что все те деньги, которые можно было пускать на развитие, они пускали на войну, на убийство, на смерть. В результате логично, что то государство сложилось как карточный домик, разлетелось на многие составные части. В принципе, Путин повторяет с Россией то же самое. Аналогичная война без какой-либо мотивации и без возможности иметь какую-то настоящую победу в данном случае. Невозможно вести оккупационную подлую войну и убивать жителей независимого государства и при этом потом сказать, что мы победители. Победы однозначно не будет ни в каком виде, ни в том линии, ни в другом. А экономически, конечно, он подорвет, потому что в то самое время, когда нужно было строить больницы, школы, укреплять инфраструктуру, они все это запускали в ракеты и в бомбы с тем, чтобы убивать. И платить огромное количество денег еще ежемесячно вот этим наемникам. Потому что в России это не регулярная армия, это армия наемников. Они им платят так же, как Вагнеровцы, по 240 тысяч рублей в месяц плюс премиальный и так далее. Это гигантские денежные средства, которые именно платятся людям за то, чтобы они были такими наемниками и киллерами. Там никто не идет в армию просто потому, что он верит, что он защищает родину, на родину напали и так далее. Туда и в основном идут люди закредитованные, нищие, бедные для того, чтобы на этой крови, на убийствах заработать какие-то денежные средства. Поэтому, возвращаясь еще раз к Белоусову и к Путину, прекрасно все понимают, что еще 2-3 года они таким образом продолжать физически просто не смогут. Поэтому сейчас Белоусов придет и будет наводить порядок, проводить большую комиссию совместно со счетной палатой, с ФСБ, с наследственным комитетом. А генералитет, конечно же, тот, который нынешняя элита, он привык к совсем другому образу жизни. Они привыкли к большим коттеджам, к виллам, к бассейнам, к шикарному образу жизни и становиться вдруг такими шведскими ингурами-компрадами, которые построили, создал Икею, и быть рачительным и экономным, у них это не получится. Ну и плюс ко всему и за Белоусовым тоже стоят определенные люди, которые тоже хотят привести своих людей к гособоронзаказу. Это и Ковальчуки, это и сама Катерина Первая или Катерина Третья. Как раз возвращаемся к дочерям Синьцзиньпиня и Владимира Путина. То есть Белоусова привела к власти дочка Путина, Катерина? Мы публиковали несколько дней назад скриншоты с одного из экранов сотрудников Федеральной службы охраны, которые организуют спецсвязь и устраивали и проводят на регулярной основе различные телеконференции, встречи. На одной из этих встреч там просто видно сидит практически весь кабинет министров с первым вице-премьером Андреем Белоусовым. Так написано, Белоусов А.Р. Соответственно, две подружки Катерины, имя и фамилия указаны по этой теме фонда Иннопрактика. И вот эта дама, которую все понимают, что это одна из дочерей Владимира Путина, она просто подписана в Катерина. То есть и для правительства, кто смотрит на экран, и для подруг, и для ФСОшников. Это вот Катя Катерина, которая росла, была когда-то маленькая дочка, теперь она выросла и стала сегодня одной из самых влиятельных в Кремле и имеет огромное влияние на Владимира Путина. И соответственно, конечно, когда нам прислали, но нам прислали гораздо больше материалов, там стало понятно, что Белоусов как раз он выслуживался перед Катериной как раз для того, чтобы она своему папеньке говорила приятные, хорошие вещи, что он очень удобный. А Катерина, нужно понимать, как бы это человек расчетливый. Она прекрасно понимает, что через 5-10 лет ее папы 100% уже не будет. И не будет нынешней конфигурации власти. И у нее есть прекрасный, отличный пример перед глазами, который недавно показали наглядно в последнем фильме ФБК с названием «Предатели». Как раз про роль дочки Бориса Ельцина, Татьяны Дьяченко, Татьяны Юмашки, которая дружила с олигархами, которая влияла на Бориса Ельцина и которая, собственно говоря, и помогла Борису Ельцину принять вот это решение доверить кресло Путину в обмен. Была отделом кадров, по сути, до России. Ну, они выторговывали для себя что? Безопасность, чтобы у них все было, им за это ничего не было. Но в данном случае Путин сдержал свое слово. Им действительно ничего не было за все то, что они там устроили в 90-е. При этом элитная недвижимость, хорошие счета, денежные средства, красивая жизнь на самых роскошных курортах. Все у них сохранилось. И вот этот держатель, один из держателей кремлевского общака Абрамович их обслуживал. Соответственно, Катерине тоже так хочется. Ведь вы упомянули про историю взросления и обучения, образования дочери китайского лидера. А здесь нужно вспомнить, как проходило детство и отрочество детей Путиных. Они, начиная с середины 90-х, регулярно приезжали вот сюда, в Биориц, отдыхать. Потому что здесь красивая Атлантика, потому что Пиренеи, потому что вкусная басская кухня, потому что далеко и практически нет русских туристов. Это не Турция, где тебя все будут видеть и фотографировать. Здесь можно быть на отшибе. Дорого, но вот так вот, скажем так, элитарно и эксклюзивно для них. И, соответственно, они здесь практически каждое лето проводили по месяцу, по два. А потом постепенно им в угоду российские миллиардеры, там, Геннадий Тимченко и другие, они здесь покупали виллы. И как раз вот ту самую виллу в Биорице, одной из самых известных, Альтамира, Геннадий Тимченко покупал, а потом подарил как раз Катерине и ее мужу Кириллу Шамалову в качестве такого свадебного презента подарка. То есть это, я сейчас не про недвижимость говорю, про элитную, мы не туда будем ходить, а мы сейчас говорим просто про взросление. Они росли с европейскими мозгами. Они видели и впитывали в себя эту культуру, им здесь очень сильно нравилось. Поэтому от того, что Путин натворил и им перекрыли шлагбаум, и они сюда больше на свои собственные виллы не могут приехать, и эти виллы у них начинают одно за другое конфисковывать, арестовывать, для них это вот закрытие этого западного проекта, где им очень сильно нравилось. Нравилось в Диснейленде, в Париже, нравилось на своей вилле, нравилось на рыночке их гориться, устрец есть и белое вино пить прохладное. А теперь все. А ездить, извините, куда-нибудь в Волгоград, в Астрахань, свои задницы комаров кормить и удить там рыбу, и варить ее около котелка. Это совсем не то, что хочется после устрицы на рынке в Биорице с вином и в окружении красивых месье и мадам в красивых нарядах. Поэтому, конечно же, ей хочется отматывать пленку назад. И они понимают, что это последний период правления их папеньки, и нужно что-то делать, как выживать. Именно поэтому они сейчас пролоббировали и одного из родственников протащили на позицию министра энергетики Цивилева, мужа племянницы Путина, с тем, чтобы иметь какое-то влияние на энергетические активы после депутинизации и сохранить там какое-то количество активов. Поэтому им кровь из носа нужен свой лояльный Катерине министр. Здесь ее интересы в чем-то совпадают с интересами Китая, потому что ей важно, чтобы силовой министр был, если что, защитил и оградил. Потому что абсолютно понятно, в тот самый момент, когда наступит момент биологической смерти Владимира Путина, в этот момент вот эти песочные часы, они в обратную сторону перевернутся, только песок будет падать с бешеной скоростью. Все начнет меняться в обратную сторону. Будет развенчание культа личности, будут резкая смена олигархов, кланов и так далее. Ей физически в это время нужно хотя бы какое-то время, чтобы быстренько собрать чемоданы и куда-нибудь улететь, где можно будет ссылаться на то, что она была сама в шоке и старалась минимизировать урон от действий ее папаши-диктатора. Кабаева не влияет ни на что и никак. Кабаева может только деньги тратить, детей рожать и ездить отдыхать в красивых виллах, конечно же, дочери Путина. Обе дочери имеют огромное влияние и именно он их больше всего любит и так далее. Что касается там любимых женщин, ну во-первых, там не одна, а там, можно сказать, целый гарем был до последнего времени. А когда наступила половая дисфункция, то дальше уже ему по замене острых ощущений уже теперь новости с фронта и отчеты генералов из генштаба доставляют какое-то там садистское удовольствие и уже в общем. Ну возраст, ну слушайте, ну 70 с плюсом лет, ну о чем там говорить? Ну конечно, ну не хотелось бы, честно говоря, там комментировать это все, но это действительно, это возраст, тут нечего, тут все мы будем пожилыми и старыми, ко всем придет старость. Вот, просто вопрос в том, что ты примешь эту старость с достоинством и будешь заканчивать жизнь достойно, чтобы тебя хорошим словом запомнили окружающие, как минимум те, кто тебя знает. Или ты наломаешь дров. У него в данном случае вот эта сексуальная энергия сублимировалась, превратилась в энергию маниакальную и мало того, что там комплексы на основе роста, размера и каких-то комплексов еще с детства, когда он там получал по полной программе, все это еще и переродилось вот с учетом возраста. И он маньяк, он хочет, ему вообще на самом деле все равно. Единственное, что его волнует в первую очередь, это даже небезопасность своих детей, потому что если бы его волновала безопасность детей и внуков, он бы не вел вот этот преступный образ жизни и не обрекал бы их на участь быть пожизненно детьми и внуками военного преступника. Для него сейчас история, это то, кем он войдет в учебники истории и какое количество, вот опять же это у маленьких людей история с размерами, какое количество абзацев о нем будет в учебниках мировой истории и в учебниках истории государства российского. И вот он почему-то думает, что от того, что Российская Федерация в его время правления будет каким-то образом там расползаться, он будет над этими категориями. У него там главный герой исторический, с кем он там просыпается и засыпает, это Александр Македонский, это Наполеон, это Гитлер. Он исторически уже вот с ними где-то там ментально общается, где-то в Астрале. И он хочет стать одним из них. Он не понимает, что в 21 веке все зависит не от территории, а от качества жизни людей и от вовлеченности в современную мировую экономику. А он как раз делает все для России, чтобы страна превратилась в изгоя, в большую бензоколонку и вместо распродажи ресурсов на десятилетия вперед. Садист. Это самый настоящий садист. И еще раз, я ни в коем случае не хотел бы задеть людей там маленького роста, большинство людей адекватные и абсолютно нормальные, и на них это никак не влияет. Но есть вот такие вот люди с таким комплексом. Не зря говорят, да, там комплекс Наполеона. У него этот комплекс, я уж не хочу там обсуждать какие-то интимные детали, что у него там маленькое и что его не устраивало, почему у него личная жизнь не заладилась ни с одной из женщин за всю историю. И у него там все время какие-то были ротации и смены. Но здесь очевидно, что это садист, садюга, который получает наслаждение от того, что он упивается властью. Он упивался вот этими всеми пытками, пыточными конвейерами в отношении россиян. Он с наслаждением казнил внесудебно Алексея Навального. И вот эта вот история с Косулией, да, там Герлускодник, кстати говоря, не стал это есть, его просто тошнило от самого вида, что там сделал Путин. Ну, вот садись, Махровый. А что касается этих дворцов, вот если позвольте, еще там 2-3 минуты я расскажу про еще один скандал в Министерстве обороны, который сейчас деморализовал огромное количество российских военных, и они в шоке от этого происходящего. Значит, помимо задержания и ареста Тимура Иванова, это вот кошелек команды Сергея Шойгу, замминистра обороны, который распределял бюджеты, там, лимиты бюджетных обязательств, еще был взят под стражу 13 мая под белой рученьки с обыском начальник главного управления генштаба по кадрам, главного управления кадров Министерства обороны. А до этого этот человек возглавлял 8-е управление генштаба, которое курировало службу защиты государственной тайны, все государственные тайны. Так вот, выяснилось, что этот персонаж, используя свои полномочия, переводил денежные средства на счета целого ряда подразделений, где он когда-то раньше проходил службу, где служат его друзья. И дальше со счетов уже этих предприятий, подразделений Министерства обороны, в том числе Краснодарского высшего военного училища, денежные средства перекочевывали его другу на счет индивидуального предпринимателя. И этот индивидуальный предприниматель построил в Краснодарском крае несколько отелей с очень красивым названием рай. В этом рай они сделали VIP-номера, и там проходили определенные оргии. А в большей части номеров они размещали по распорядку курсантов, офицеров по защите государственной тайны, которых отправляли из разных регионов России для повышения квалификации, чтобы они умели хранить государственные секреты. И вот офицеры приезжали с Тихоокеанского флота, с Северного флота, с каких-то ядерных объектов. Их помещали вот в этот рай. И они видели, как на их глазах происходит вся эта гранд-коррупция, как приезжают генералы и полковники, которых парят в банях, которые выпивают, которые потом обычно с одними и теми же девицами заходят во все номера, и все там это происходит. И сейчас выяснилось, что этот генерал-лейтенант Кузнецов со своими подельниками, они вывели и похитили сотни миллионов рублей, ну может быть даже речь пойдет о миллиардах, отстроили кафе, магазины, отели, коттеджи сейчас аналогичный стилю отелей рай. Сразу несколько элитных коттеджей выставились на быструю продажу после задержания и ареста генералов. В общем, это вот такая коррупция очевидная даже в том подразделении, которое должно было защищать государственную тайну. И в это же самое время к нам сейчас за последние годы, особенно активно в последние месяцы начали обращаться субподрядчики и подрядчики Министерства обороны, которые просто присылая какие-то документы, подтверждающие коррупционные схемы, они прислали кучу документов, которые должны быть по идее загрифованы. Ну, например, контракт на проведение оптоволокна ко всем секретным объектам 12-го главного управления Министерства обороны, которое хранит ядерное оружие, к объектам РВСН, вот этот тот самый там ядерный щит, ядерный триады. И одна из презентаций просто эта хохма, значит, презентация перед главнокомандующим, как они потратили больше 5 миллиардов рублей и как они протянули оптоволокно. И вот если я просматривать эту презентацию, пролистывать, то как раз вот там, где эти отчеты про прокладку оптоволокна, там указываются скриншоты со спутниковых снимков, куда эти оптоволоконные кабели ведут, в какие там землянки, где хранятся так называемые изделия, в какие там скалы, сопки. То есть, в общем, ребята взяли и, отчитываясь за 5 миллиардов, половину из которых они украли, похитили и вывели. То есть, они еще таким образом деанонимизировали практически все самые главные секреты, главные места захоронения ядерного оружия российского. И вот здесь вот как раз получается та самая картина, что вот она служба защиты государственной тайны. То, что должно было быть закрыто за семью печатями, на самом деле открытая книга, огромное количество подрядчиков, субподрядчиков, исполнителей было допущено к ядерным секретам, а так как у них не было никаких форм допуска номинально, они, конечно же, уезжали, уезжали за границу, общались, на них выходили представители различных служб, и какое-то количество предпринимателей теперь уже не вернется никогда на территорию России, они теперь помахали России ручкой, а все эти секреты уже там давно переданы и находятся не только у ГУЛАБУНЕТ, но еще и много у кого. И это просто к слову о том, что Путин, когда они там каждый день с ХСБшниками задерживают людей за белый листочек нет войне, за какой-то донат в размере 100 рублей или 1000 рублей на поддержку ВСУ за государственную измену, они таким образом создают видимость борьбы с государственными изменниками. А на самом деле, еще раз подчеркну, если бы, например, вот завтра пришли китайские военные и стали бы заниматься внутренней безопасностью России, то все нынешнее руководство Министерства обороны, они бы к ядрене и фене поставили к стенке в первой неделе наведения порядка. А здесь в данном случае вот такая вот картина. Продолжение следует...